С нами на связи военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, Сергей Грабский. Сергей, здравствуйте. Доброе утро, господин. Доброе утро. Сергей, опишите, пожалуйста, в целом ситуацию на фронте сейчас. Какие точки остаются самыми горячими? Ну, горячей точкой остается Восточный фронт, где бои продолжаются, в общем-то, от Сватова и до Великой Новосилки. Противник пытается атаковать, наши войска отбивают десятки атак в день. И, естественно, на фоне этой горячей части фронта Восточного, самой горячей точкой остается Бахмут, конечно же. Но, в общем-то, такие, также горячие, можно считать именно в такой степени накала и Авдеевское направление, и Маринское направление, где противник, не считаясь ни с какими потерями, пытается рваться вперед. На Бахмутском направлении идут встречные бои, противник пытается просочиться, мы контратакуем, но бои идут уже и в городе Бахмут, и на северных окраинах Бахмута, где противник прорвался к Ягодному. На южном направлении, если говорить о Бахмутском фронте, мы более-менее стабилизировали линию от Ивановского до Ступочек, не даем противнику возможность приблизиться к трассе. В общем-то, эта трасса не используется, но она является такой знаковой частью нашей обороны. Поэтому самым напряженным участком фронта можно считать Бахмутский фронт. А на южном фронте продолжаются перестрелки, обстрелы, но ситуация там по сравнению с восточным направлением более спокойная на сегодняшний день. Вот о ситуации на южном фронте. Заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что вооруженные силы Украины весной будут готовы перейти к контрнаступлению, а одной из стратегических целей будет попытка, цитирую, вбить клин в российский фронт на юге. Объясните, что это может означать с военной точки зрения, вбить клин, и готовится ли к этому российская армия? И как? Посмотри, потому что с выходом на побережье Азовского моря практически вся территория Крыма попадает в зону удара наших огневых средств. Таким образом, после вбития этого клина, дело освобождения Крыма, это будет уже делом времени и будет исчисляться буквально месяцами. Таким образом, это направление считается очень и очень важным для нас, и именно поэтому там мы готовим наше контрнаступление в том числе. Это не исключает, конечно же, контрнаступление на восточном фронте, но со стратегической точки зрения это, можно сказать, наиболее достигаемая цель наших следующих действий. Готовится ли противник? Да, готовится противник. Они пытаются создать линии обороны в районе Мелитополя, подтягивая туда все доступные им резервы, подчеркиваю, доступные резервы, потому что вследствие постоянного воздействия огневых средств украинских сил обороны это делать достаточно сложно. Но плотность войск там, хотя и наращивается, но она далека еще от совершенства, от максимума, который можно достичь, что связано, в общем-то, с протяженностью логистики, и что связано, в общем-то, с открытой местностью и действиями украинских сил обороны. Поэтому вбитие Клина это фактически первый шаг, а вторым шагом будет освобождение Крыма. Вбитие Клина и Мариуполь и Мелитополь, это мы говорим об освобождении этих городов? Да, но нужно понимать, что мы можем говорить как об одновременном продвижении по двум этим направлениям, так и на одном направлении, допустим, на мариупольском направлении, если нам удастся продвинуться к городу и выйти на побережье Азовского моря, в районе Бердянска, допустим, то это уже будет очень существенной победой. И, как я говорил, дело времени будет уже освобождение Крыма. Потому что мы фактически перерезаем коммуникации противника. И сами понимаете, что, имея возможности воздействовать на Крымский мост, мы серьезно ослабляем возможности обеспечения группировки войск в Крыму. То есть, фактически мы превращаем Крым в остров заблокированный, который будет освобожден уже по прошествии 3-4 месяцев буквально. Мы вот буквально несколько минут назад говорили с начальником координационного пресс-центра Силы обороны Украины Юг Наталья Ягуменюк. Она говорила о том, что оккупанты готовят оборону Крыма. Можете рассказать о том, как это происходит, в чем это заключается? Ну, на сегодняшний день, понимаете, вот эти пафосные заявления о подготовке обороны Крыма, они, в общем-то, имеют свое подтверждение тем, что противник окапывается на перешейках, это и на перекопе, и на Чингаре. Они готовят как бы отдельные укрепления уже на основных ртулах коммуникации, это в районе Джанкоя. Мы говорим о подготовке возможного узла сопротивления где-то в районе Симферополя, но пока об этом еще речь не идет. Но это, понимаете, да, она имеет место, но, в общем-то, еще ни одной армии, какая бы сильная она ни была, ни одной армии, которая была заблокирована в Крыму, не удавалось удержать Крым как объект, будь то 1920 год, будь то 1941 или 1944 год. То есть крымская местность, она как бы имеет достаточно такую серьезную специфику, что удерживать позиции в самом Крыму уже достаточно поздно. То есть во все времена, как бы ни укрепляли Крым, он все равно становился как бы добычей тех, кто наступал с севера. Поэтому подготовка Крыма ведется, она даже ведется демонстративно. То есть мы тут видим размещение так называемых зубов дракона на побережье, на пляже, для того, чтобы продемонстрировать, говорится, оккупантам и их выхлебателям там, что вот мы готовимся. Кроме этого, нужно понимать, что повысилась достаточно контрразведывательная активность и террор против проукраинских активистов. Их задерживают, арестовывают. И поэтому борьба продолжается, но даст ли это возможность противнику удержать Крым в случае прорыва нас, наших войск к Азовскому морю, у меня очень-очень большие сомнения. — Скажите, а вот эти вот зубы дракона, которые российские оккупанты выставляют на крымских пляжах, они имеют какую-то практическую составляющую или это только демонстрации? — Ну, знаете, в общем-то, всем известно, что на всем побережье Черного моря существует, если я не ошибаюсь, 16 или 18 десантно доступных участков. Нужно также понимать, что Украина объективно не имеет средств доставки войск с моря на сегодняшний день, во всяком случае. Поэтому в данном конкретном случае эти зубы дракона являются собой, ну, просто такой, знаете, успокаивающий элемент обороны, и они не несут на себе никакой такой особой нагрузки, потому что так, как они выставляются, они, ну, вряд ли задержат продвижение именно пехоты, а пехота, морская пехота в частности, имеет целью прорваться именно на берег и закрепиться на побережье, создав пластдам для наступления. Поэтому, в общем-то, эти зубы дракона и в том виде, как они выставляются, и так, как они выставляются, они более такая, знаете, показательная цель, чем что-то серьезное. Генштаб вооруженных сил Украины сообщает, что на Бахмутское направление, самое горячее направление фронта на сегодня, российская власть, российская армия направила до 200 полицейских из полка специального назначения «Ахмат», чтобы сдерживать дезертиров. Вот какая у вас есть информация о настроениях в российской армии? Ну, судя по тому, что отправляют таких вот спецбойцов для того, чтобы сдерживать дезертиров, все не так хорошо и с боевым духом, и с мотивацией. Что вы можете об этом сказать? Ну, да, есть уже сообщение. Я общался с друзьями, которые там находятся. В общем-то, мотивация невысокая. То есть солдаты противника понимают, что их посылают на убой. Но, знаете, это осознание еще не наступило, как говорится, в коллективном разуме. Поэтому те случаи оставления оппозиции, они пока имеют такой одиночный характер на сегодняшний день. Но нужно понимать, что противник применяет так называемые внесудебные методы воздействия. То есть фактически на месте без суда и следствия расстреливают дезертиров на сегодняшний день. Даже формального суда не проводится, а просто расстреливают. Наши ребята находили на позициях уже таких уничтоженных дезертиров с характерными признаками именно расстрела, а не боевых повреждений. Поэтому противник вынужден действовать такими методами. Я ни в коем случае не хочу говорить, что скоро враг не выдержит и побежит, потому что они предпринимают все усилия для того, чтобы удержать линию фронта. И, в общем-то, посылка вот этих вот карателей кадыровских, она, в общем-то, звену той же самой цепи. Бои там продолжаются, но нужно понимать, что и враг не всесилен, и мотивация, и давление со временем снижается. Хотя у них еще достаточно ресурсов, чтобы продолжать масштабные наступательные действия, ну, хотя бы в рамках одного города. Сергей, я понимаю, что вопрос достаточно фантазмагоричен, да, если можно так сказать. Но, учитывая то, что происходит в российской армии, учитывая то, что за этот год стало абсолютно ясно, в том числе и как российскому военному руководству, так и рядовому солдату, что это далеко не вторая армия мира, но если и вторая, то разве что с конца. И, учитывая то, что применяются заградотряды, да, на фронте со стороны российских оккупационных войск, но в то же время, учитывая достаточно инертное отношение российского общества к политической ситуации в стране в целом, как вы думаете, какова вероятность того, может ли она быть, хотя бы минимальная, что российские военные в какой-то момент взбунтуются и развернут пушки в противоположную сторону? Ну, в какой-то момент мы это исключать не можем, в какой-то момент, но это вряд ли случится в течение следующих шести месяцев, как минимум, потому что мы на сегодняшний день, знаете, из той информации, которая поступает, особенно с той стороны, мы видим, что солдаты противника жалуются, жалуются достаточно активно, но ни в коем случае они не жалуются против войны, они жалуются против недостаточной подготовки, они жалуются относительно недостаточного обеспечения и тому подобное. Мы еще, к сожалению, и это, в общем-то, преступление уже самого кремлевского режима, не подошли к уровню потерь настолько большому, чтобы это стало, знаете, видимым всему российскому обществу, потому что для многих россиян война ведется где-то там, где-то далеко, и у них нет еще такого положения, что буквально каждая семья, каждый населенный пункт уже получил до десятка, до двух десятков гробов и так далее и тому подобное. До этого еще далеко, опять же, нужно понимать, что информация достаточно ограниченно просачивается, учитывая тут просто колоссальный уровень пропаганды и контроля медиапространства, который сейчас осуществляется в России, поэтому пока мы на это рассчитывать не можем. Конечно же, ситуация меняется постоянно, и такой социальный взрыв возможен, но пока об этом еще говорить рано. О весне этого года говорят о переломном моменте на фронте и в войне в целом, об этом говорили еще задолго, еще до Нового года, о том, что весна придет и расставит все точки над «и». Как вы думаете, чего ожидать, и как готовятся к украинскому контрнаступлению, а очевидно, они о нем знают, потому что информационное пространство, как вы сказали, они отслеживают уже очень хорошо, готовятся ли российские оккупанты к тому, что Украина готовится, повторюсь, контратаковать и контрнаступать этой весной? Да, безусловно, безусловно они готовятся, поэтому мы с вами говорили, в частности, о Восточном фронте, то есть о направлении сватого криминала, где противник как бы пока пытается вести наступательные действия, но также мы видим и признаки создания оборонительных позиций, это оборонительные позиции уровня, как я уже упоминал, сватого криминала, которые эти два населенных пункта превращаются в такие серьезные опорные пункты обороны. Далее мы видим сосредоточение войск уже на так называемой второй линии, это уже Старобельск и вниз до Нового Айдара, где противник имеет определенные ресурсы. Ну, достаточно сложно говорить о обороне Донецкой области противникам, потому что там оборона создавалась в течение 8 лет и объективно является наиболее мощной. Противник сосредотачивает свои подразделения и в районе Мариуполя, куда перебрасывают силы и средства, и, как я уже упоминал, они пытаются организовать достаточно серьезную оборону на Южном фронте. Насколько это им удастся, насколько они создадут такую оборону, сказать сложно, потому что кроме инженерных сооружений нужна еще достаточно высокая мотивация войск. А мы прекрасно понимаем, что в случае каких-то успешных действий украинских войск, как это было на Харьковском направлении, противник вряд ли будет пытаться удерживать эти рубежи и попытается как бы отойти на более подготовленные рубежи. В нашем случае или они будут отступать в сторону Ростовской области или в сторону временно оккупированного Крыма. И в том и другом случае для нас важно не дать противнику закрепиться на этих направлениях и развивать наступление настолько, насколько это будет возможно. Хотел еще у вас вот о чем спросить. Вот эти вот специфические отношения главаря ЧВК Вагнера Пригожина и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, что это такое? Это действительно конфликт или это некая демонстрация и желание ввести в заблуждение, что могут быть вот такие вот конфликтные моменты между ЧВК и Минобороны. Ну, нужно понимать, что соотношение сил и средств там просто несопоставимы и ЧВК полностью зависит от доброй воли Министерства обороны на сегодняшний день. Имеется в виду Российской Федерации. Поэтому, знаете, это более такая показательная возня в угоду ультрапатриотам и таким наиболее активным членом российского сообщества или общества, которое там существует на сегодняшний день. Потому что как бы без Министерства обороны любые действия ЧВК Вагнера были бы достаточно ограничены. Вплоть до того, что вы помните, как они упрашивали передачи снарядов и так далее. То есть на первом этапе, когда они выполняли, как было заявлено, важную задачу и пытались продвинуться в районе Бахмута, им как бы объективно поставлялось большее количество боеприпасов. После того, как российская армия нарастила свой потенциал за счет мобилизованных, за счет новосозданных подразделений воинских частей, вагнеровцев отодвинули, грубо говоря, на вторую линию обеспечения. И, в общем-то, теперь мы видим, что все, на что они способны в реалии, это клянчить просто боеприпасы, не имея своих собственных возможностей. Поэтому говорить о каком-то там объективном и действительно полноценном противостоянии не приходится. Это, в общем-то, показушность на сегодняшний день для того, чтобы показать, вот мы имеем голос народа, который требует от Министерства обороны что-то, а что он может потребовать. Да ничего больше, чем те лимиты, которые выделяются Министерством обороны для этого одного из подразделений оккупационной армии, если говорить так честно. Да, и знаете, голос народа так себе, потому что к зданию Минобороны Российской Федерации с требованием выделить снаряды ЧВК Вагнера выходил всего один человек. Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, рассказал нам о ситуации на фронте.